Мы встречались с командой, которая на данном отрезке турнира набрала хороший ход. Команда, я думаю, засматривается на первые четыре строчки в таблице. Мы знали, что будет достаточно тяжело, наши опасения подтвердились. Мы попытались построить нашу игру так, видоизменить, чтобы это дало нам какие-то пути к победе. К сожалению, не все получилось, и мы проиграли 1-3, хотя если говорить о каком-то хорошем, о позитиве говорить, то у нас, особенно во втором тайме, были проблески игры, были моменты, достаточно много ударов. Но обидно, что забили всего один гол, и обидно, что не взяли очков. Мы больше всего хотим брать очки, мы хотим двигаться к турниру и таблице вверх, а не вниз. Пожалуйста, два вопроса. Четыре замены, втором тайме было, три сразу после перерыва. Почему футболисты, Олейников, Пирюков, участники, кто вышли, Макарчук, не появились в стартом составе сегодня? Ну, потому что отдали предпочтение другим. Отдали предпочтение тем, кто играл. Нас ждет достаточно тяжелый здесь участок, когда за 8 дней мы проводим 3 игры. Мы пытаемся правильно распределить силу и пытаемся побеждать. Тот же Хабаровск приехал, оставив несколько футболистов дома, потому что они тоже понимают, что у них за неделю 3 игры, и надо распределить правильно силу. У нас собран хороший состав достаточно равных футболистов, и мы имеем право варьировать, и мы это делаем. Ну, то есть, это связано с игрыным причином, потому что в первом тайме, как-то показалось, в Аршакян, который в 16-м составе, он не попал. Да, у него было пару моментов, когда он бил головой, но польза особо от него не шла. Ну, я всегда, когда буду сюда приходить, никогда критиковать футболистов не буду. По поводу игровых действий мы на разборе побеседуем, со всеми поговорим. Так, конечно, мы ориентируемся всегда, ставим состав, ориентируемся на победу. Мы выходим побеждать. Пожалуйста, еще вопрос. Сергей Александрович, с первых минут, можно сказать, вышли в 4-3-3, где впереди действия Шакян и Афанасьев, и чуть под ними Ребеденко. Вот три, ну, достаточно неожиданно для ФАКи, вот такая конфигурация, и именно три футболиста впереди были под соперником, чтобы три центральных защитника Хабаровска против трех игроков в атаке, чтобы численное равенство, может, в первое время это создать. Мы каждый раз, когда готовимся к игре, пытаемся быть максимально неудобными для соперника. Выбираем тактику, отталкиваясь от качества их футболистов, и от тактических особенностей игры соперника. Поэтому, да, мы иногда приспосабливаемся, как мы говорим, но мы приспосабливаемся к нашей победе. Делаем шаги для того, чтобы побеждать. Сегодня при стандартах, еще вот если говорить конкретно про трех центральных защитников, вот был гол забит, второй, когда они в штрафной пошли, и один центральных защитников забил. Что происходило на стандартах? Почему вот чаще всего именно футболисты соперника выигрывали вверх, и в частности защитники? То есть, ну не только за счет аборита, может быть, вы видели какие-то позиционные ошибки в игре файл? Ну, мы не хотим быть голословными, мы сейчас сядем дома, посмотрим спокойный момент, стараемся сделать выводы и избежать этих ошибок будущего. Пока я точно не могу сказать, чтобы не ошибиться. Сергей Александрович, получился откровенно скучный первый тайм, и достаточно интересно, несмотря на то, что проиграли второй. Вот вам, как главному тренеру, интересно, например, сыграть скучную иглу, набрать очки, либо сыграть яркий футбол дома и все же проиграть? Ну, я не скучал ни в первом, ни во втором тайме. Футболисты, как мне кажется, тоже не скучали. А футбол наш должен стремиться к определенной зрелищности. Зрелищность зависит от головы, от созданных моментов. Во втором тайме мы создали больше моментов, но сама концентрация, она в первом тайме, именно концентрация командной игры, она, считаю, была выше. Не сказал бы, что у нас настолько второй тайм был веселее первого. Меня в первом тайме много устраивало, много устраивало. К сожалению, есть мелочи, которые не позволили нам взять очки. А вы же успели посмотреть эпизод с первым зайцом мечом? Долго или нет? По вашему мнению? Ну, я эпизод не посмотрел. Есть специальные люди, которые этим занимаются, судейство обсуждать не хочется. У нас есть обида, чтобы мы не выиграли. Вот эта самая большая заноза, которая сидит, которая сидит, а по моментам, ну, разберутся. Сергей Александрович, возвращаясь еще к теме стандартов, в конце первого тайма был момент, когда Базилюк пробился, штрафного ствола рот, в прошлом туре он победный мяч с протокол 2 забил, а в стенке у нас стоял только один молодцов, и то, скорее так, формально. Не было в этом какой-то авантюр, недочет, что так? Ну, мы в этом моменте не пропустили. Мы видели тот гол, мы готовились, когда он его забил, там, на 93-й минуте с протоколом Хабаровске. Мы, конечно, этот гол видели. Мое мнение, что в том голе большой элемент случайности ему повезло, и небольшой элемент того, что Ватаря ошибся. Мы не рисковали, мы были уверены в себе в этой ситуации. Сергей Александрович, во втором тайме Лебединко с Бирюковым составили пару нападений, и начали оказывать давление на оборону. Вы вернулись к этому из-за того, что план первого тайма был неудачен, или так было задумано, что во втором тайме будет усиление атаки, выйдет Бирюков? Повторюсь, что мы распределяем силу между всеми футболистами, и тот же выход Бирюков, он был плановый у нас. Мы знали, что он появится, на какой позиции и на какую продолжительность времени, мы не знали. То, что он выглядел, вы говорите, лучше, но выглядел, как выглядел, скажем так. Скажем так. Субтитры создавал DimaTorzok